Всем привет! Сегодня, как обещала, возвращаюсь к вам с темой чудо ухода на осень и зиму. Чудо, потому что ретинолы кислоты действительно творят чудеса. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Этот ролик я снимаю совместно с iHerb. Я очень рада, что тот материал, который мы опять же с iHerb готовили в прошлом году, о кислотном уходе со всеми подробностями и схемами пригодился так многим из вас. Вы прислали мне фотографии до и после. Поэтому сегодня еще с большим воодушевлением я буду делиться с вами своими находками тех средств, которые действительно работают. Я являюсь постоянным клиентом, покупателем iHerb уже на протяжении многих лет. И в основном свой уход и не только. Продукцию для дома, для детей, витамины, биодобавки, всякие вкусности и полезности для дома вещи. Я очень часто заказываю именно там. У них свыше 30 тысяч наименований разнообразных продуктов. Что бы вы ни искали, вы однозначно подберете там. Я могу сказать точно, что на iHerb представлена качественная продукция. У меня никогда не было никаких сомнений или нареканий. Все приходило в нормальном виде, потому что они хранят продукцию в соответствующих условиях. Ничто не перегревается, не переохлаждается. И, например, если это вишни в шоколаде, то они даже не отправляют их летом, чтобы покупатель не получил вот этот расплавленный шоколад. Что касается доставки, то iHerb отправляют в 150 стран и даже более. Я оставлю ссылку внизу. Вы можете там все почитать, посмотреть, сколько будет стоить доставка в вашу страну. Также у них есть техническая поддержка на 10 языках, в том числе на русском, на английском. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете обратиться. Они работают 24 часа, 7 дней в неделю. Ну все, я уже сдала вам все явки и пароли, где можно купить те чудодейственные баночки, которые я сегодня буду нахваливать. И чтобы мы правильно друг друга понимали, у меня на выбор был весь ассортимент iHerb Taras. А во-вторых, многое я покупала себе довольно давно, что-то приобрела маме. Поэтому давайте поскорее разбираться, что такое ретинол, с чем его едят, как его ввести в нашу косметическую диету. Итак, если вы пользуетесь кислотами и думаете, что Оля забросила кислоты, теперь переключится на ретинол, как же так? Нет, кислоты и ретинол можно и даже нужно сочетать. Существует такой миф, который говорит, что ретинол это такой же эксфолиант, как кислоты. Это не так, потому что они работают на абсолютно разных слоях нашего эпидермиса. То есть коже. Кислоты больше на поверхности, а ретинол способен проникать глубже и делать свою работу именно на клеточном уровне. Я постараюсь объяснить такими очень простыми, доступными, понятными словами. И грубо говоря, ретинол это клеточный коммуникатор, который дает нашим клеткам команду обновляться быстрее и отшелушивать омертвевшие клетки. И он делает тоньше слой омертвевших клеток и саму кожу уплотняет. Но для того, чтобы именно убрать вот эти клетки с нашего лица, открыть двери ретинолу, нам как раз нужны кислоты. Как правильно сочетать кислоты и ретинол, я поделюсь несколькими формулами. Я для себя выработала одну более индивидуальную. Тут уже многое зависит от вас, от того, насколько вы продвинутый пользователь косметики такого плана, какая у вас кожа, какой тип, как часто и как быстро она реагирует на подобное средство. Потому что для кого-то легкий ретинол вообще ничего не сделает, а кому-то даст хорошее отшелушивание. И также, пожалуйста, всегда ориентируйтесь на то, как реагирует ваша кожа. То есть, если есть какое-то покраснение, какая-то реакция, не то чтобы негативная, но есть раздражение от кислот, убираем все, и ретинол, и кислоты. Если реагирует на ретинол, то точно так же убираем и кислоты, и ретинол. Есть также важный момент в использовании ретинола. Ретинол категорически нельзя. Запомните это, пожалуйста, и не играйтесь с огнем тем, кто находится в положении, кто кормит грудью и кто даже планирует забеременеть где-то на протяжении полугода, то и года. Но мы говорим о каких-то легких концентрациях, поэтому я скажу полгода. Но отнеситесь к этому очень ответственно и следите за тем, чтобы не забеременеть как раз в период использования ретинола. Я вас очень-очень сильно об этом прошу. Как правильно ввести ретинол в уход и кому он нужен, с какого возраста, я тоже задавалась этими вопросами. На самом деле нет четкого правила, что ретинол можно там после 40, но научно доказано, что это действительно тот компонент, который работает с морщинами. Я по себе скажу, что после нескольких дней использования даже тоника я заметила, как классно у меня выравнивается рельеф кожи, как хорошо пропадают все какие-то пятнышки после воспалений. Как чудесно он заживляет все прыщи, что после использования средств с ретинолом у меня меньше забиваются поры. Мне сейчас 31 и где-то после 25 я начала замечать, что поры в Т-зоне у меня расширяются. Не могла понять, что не так, я же пользуюсь вроде хорошим уходом, у меня все включено, так сказать. Но вы понимаете, что со временем коллагеновые волокна в нашей коже ослабевают и поры расширяются. То есть это связано с тем, что обратный отсчет пошел, то есть кожа начинает стареть. И вот когда я пользуюсь тониками и средствами с ретинолом, я замечаю, что поры сужаются, кожа выглядит более здоровой, не такой пересохшей, как после активных кислот. Но используя даже маленькие концентрации ретинола, я добиваюсь такого же эффекта. В сочетании с кислотами это вообще бомба. Вы знаете, я также отметила, что ретинол очень хорошо регулирует выделение кожного сала. Поэтому, если у вас жирная кожа, попробуйте совмещать и кислоты, и ретинол. Как ввести? В случае ретинола работает точно такое же правило. Начинаем с маленьких концентраций, постепенно и смотрим на реакцию кожи. Еще с весны я начала пользоваться тониками от марки Pixi, именно с ретинолом. Вообще я люблю этот бренд, я считаю, что у них одни из лучших тоников. Я буду говорить, чем можно что-то заменить, но других тоников с ретинолом я не пробовала. И советую именно эти. Я сейчас купила себе, именно купила, да, вторую баночку, потому что это подходит к концу. Я без них не могу. Они обалденные, они хорошо работают на кожу. И они настолько бережно способны приучить нашу кожу к ретинолу, что, в принципе, вы не заметите никаких шелушений. Если у вас такая плотная кожа, то, возможно, вам этого будет недостаточно. Но если вы не знаете, вы не можете предвидеть, как отреагирует ваша кожа, или вы уже пользуетесь кислотами и боитесь следующего шага, один раз вечером мы заменяем ваш тоник на вот такой. Если у вас вечером кислоты, то просто уберите все, оставьте базовый увлажняющий уход и берете вот этот тоник. Если все хорошо, то 2-3 вечера в неделю вы заменяете ваш привычный тоник на тоник с ретинолом. Эти тоники мне нравятся тем, что они одновременно также увлажняют, делают все то, что ретиноловые средства, они не раздражают кожу, у них приятные отдушки. Я еще раз скажу, что мне нравятся не только ретиноловые, но вот сейчас у меня закончился здесь вот только на дне. Их кислотный тоник, на iHerb есть очень хороший от Revival Labs и миндальный. Обожаю, также закончился от Wishtrend, by Wishtrend, называется этот бренд. Я оставлю все полные названия и ссылки внизу. Если через 2-3 недели все нормально, мы можем продвигаться дальше, но не ждите, что в этот период с тоником у вас будет пылать кожа от ожога, что она будет облизать как со змеи. Мы наоборот хотим этого избежать, поэтому постепенно маленькими шагами приучаем нашу кожу к очень активному компоненту. Если у вас чувствительная кожа, если вы абсолютный новичок или если вы пользуетесь такими конкретными кислотами, тогда я советую сначала выбирать более нежную сыворотку. Я ее как-то покупала моей маме и эффект на лице я заметила через 3 месяца. Мы не видели с ней как раз 3 месяца. Говорю, чем ты пользуешься? Она говорит, вот этой сывороткой Insta Natural, она обычно не помнит никаких названий, просто присылает мне фотографии. Вот эта сыворотка с ретинолом, она представлена, конечно же, на iHerb, очень приятная в использовании. Она не слишком липкая, то есть ее наносишь, она впитывается. И помните, что если вы протираете кожу ретиноловым тоником, например, то сделайте паузу на 20 минут хотя бы, и потом уже продолжите с уходом. Дайте средству с кислотами или с ретинолом поработать, и потом уже наслаивайте все остальное. С сывороткой то же самое, но можно, например, нанести ретиноловый тоник и через пару минут уже сразу же нанести сыворотку опять же с ретинолом. Она очень легкая по своей консистенции, она очень бережно работает на коже и делает все то же самое, что я рассказывала о ретиноле, но, знаете, в такой разумной концентрации, то есть не ждите, что это будет кислотный пилинг. Это все постепенно даст очень красивый результат, и вы будете улыбаться, когда посмотрите на свою кожу без макияжа. Но дайте ретинолу время поработать. Вот эту сыворотку я могу советовать, ее взяла в качестве первого этапа для своей мамы. У нее довольно плотная кожа и не чувствительная, поэтому я выбрала для нее такую легкую, но работающую сыворотку на основе ретинола. Она немножко дополнительно увлажняет, она не ощущается под кремом, она не утяжеляет ваш уход, но она дает эффект на лице. И если у вас кожа плотная, жирная, то, возможно, тоника вам будет недостаточно. Если вы хорошо знаете свою кожу, что она не особо как-то бурно реагирует, можете начать даже с вот этой сыворотки. И точно так же, как в случае с тоником, можете для начала вместо вашей привычной сыворотки в вечернем уходе наносим сыворотку с ретинолом. Конечно же, не забываем об SPF. Свои любимые я укажу вам в инфобоксе утром обязательно, иначе может появиться пигментация. Еще бог знает, что даже несмотря на то, что осенью и зимой нас не так часто радует солнце, но дабы не рисковать, потому что с пигментацией очень сложно или практически даже невозможно справиться. Так что лучше защищаться, это такой шаг, который многие пропускают, но я вас прошу помнить также об SPF. Так как я уже многое пробовала, я решила рискнуть и заказала себе сыворотку по рекомендации моей зрительницы. Мы с ней в таких приятельских отношениях, и она говорит, вот этот бренд used, ты посмотри, какие на него отзывы, на вот эту линейку с ретинолом. И она говорит, не бойся концентрации 2,5%, но я так немножко скептически отношусь к тому, что написано. Мне кажется, что это просто комплекс каких-то активных компонентов, и в общем здесь 2,5%. Потому что средство очень мягко работает на коже, но эффект после него, ну вот утром просыпаешься, и ты не можешь поверить, что такое возможно. Я на полном серьезе. Эта сыворотка идет с гиалуроновой кислотой, витамином Е, алоэ вера. Мне кажется, что здесь просто очень грамотно составленная формула, которая как раз и успокаивает, и работает, то есть стимулирует нашу кожу к обновлению. И вот сразу видно, что кожа такая плотная, она такая мягкая, она вот как бы подтянутая, но это не лифтинг от сухости, когда у тебя вот все настолько сухое, что аж кажется подтянулось. Нет, это именно качество кожи, и выравниваются все какие-то такие заломы, кожа максимально хорошо напитанная. Я вижу, что после использования ретинола я встаю более такой свежей, более отдохнувшей, и кожа в таком вот идеальном балансе. Вы должны попробовать несколько формул, то есть возможно это комбинация, то есть сначала какой-то легкий кислотный лосьон, тоник, а потом средство с ретинолом. Если вам так не понравится, вы можете, допустим, в один день использовать средство только с ретинолом, а на второй день только с кислотами. Также я слышала, что можно, например, там утром использовать кислоты, а вечером ретинол, мне так совершенно не понравилось. Я предлагаю вам свою схему, то есть ретинол, возможно, тоник кислотный и ретинол, и раз в две недели более серьезный кислотный пилинг или кислотная маска. Тут уже зависит от того, как часто вы чем-то таким пользуетесь. Также хочется отметить упаковку, она с помпой, и само средство находится в темном стекле, то есть сюда не будут попадать солнечные лучи, оно прослужит нам дольше. Она приятно ощущается на коже. Сначала кажется слегка, вот чуточку маслянистой, но очень быстро впитывается, и потом, ну не знаю, просто лицо такое полуматовое, но в абсолютно комфортном состоянии, и не ощущается каким-то вот неприятным слоем на лице. Это обалденная сыворотка, вот обязательно пройдите первые этапы ретинола, чтобы добраться до нее, потому что это какое-то настоящее волшебство. И также я заказала вот этот крем под глаза с ретинолом, точно такой же, то есть 2,5% и здесь уже упаковка так себе для средства с ретинолом. Здесь 30 мл, смело можете брать с мамой, поделитесь или с подругой, или будете делать так, как я. Сейчас расскажу, что я придумала. Я не знаю, насколько это правильно, но на мне это просто что-то, вы знаете, о чем мне хочется кричать, чем мне хочется поделиться. Итак, это такой крем желтого цвета, и он имеет довольно плотную текстуру, но хорошо распределяется. Я боялась наносить что-то такое под глаза, он не обжигает, он нормальный, и здесь есть кофеин, и он однозначно снимает припухлости. Вот когда я пользуюсь этим кремом, я утром выгляжу гораздо лучше, то есть это такой ощутимый, заметный, невооруженному глазу лимфодренажный эффект. То есть это лифтинг за счет того, что он как бы убирает лишнюю жидкость с лица. Даже если вот мы сейчас были в отпуске, я вечером пила много воды, потому что жарко, и наносила этот крем с сывороткой. Утром просыпалась, как огурчик, как будто ничего не произошло. Я очень-очень довольна, я подумала, что здесь такой большой объем, а дай-ка я нанесу его на лицо, поверх сыворотки. То есть смотрите, я две недели пользовалась тоником, дальше ввела сыворотку и крем под глаза, все это наносила одновременно. Ну то есть сначала только под глазки попробовала, и еще через две недели я поняла, что кожа нормальна, меня она только радует, и подумала, что давай теперь вот так. И сейчас прошло именно две недели, как я пользуюсь и сывороткой, и кремом. То есть тоник, сыворотка, крем. Я очень довольна состоянием моей кожи сейчас, потому что был период, когда практически ничем не пользовалась, и поры подзабились, и... Но она не была настолько свежей, как после кислот и ретинола, и я просто обалдела. Мне настолько понравилась эта линейка, что словами не передать. И что касается кислотного пилинга, то есть я сейчас убрала все кислотные сыворотки, тоники кислотные, иногда только кислотным тоником пользуюсь. И что касается кислотного пилинга, это пилинг как в салоне. В прошлом году я попробовала делать их в салоне, потом приобрела этот, и поняла, что я все могу сделать сама. Это тоник с гликолиевой кислотой, с ретинолом и зеленым чаем. И результат от него это мега гладкая кожа, и обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Она там вот такая, и просто я все делала, я даже снимала для вас кусочек влога, где показывала, как я делаю этот влог, и был... Влог. Влог тоже делала, но делала кислотные пилинги, показывала, как я это все совмещаю. То есть я все делала по инструкции, и утром, да, лицо было немножко стянутым, но спустя несколько дней было такое, знаете, легкое шелушевое. Которое быстро проходит, ничего там не отпадает, косметика даже нормально наносится. То есть если не присматриваться и не знать, что был кислотный пилинг, то все очень бережно работает на коже, но с бомбическим результатом. Это, вот это от марки Юз. Вы должны попробовать, если вы хотите делать кислотные пилинги. Опять же, вы можете купить с мамой, с подружками на двоих, на троих, потому что наносите минимальное количество, и не держите долго. Он пахнет именно как кислотный пилинг, все очень просто, там не нужно как-то заморачиваться. И я считаю, что это гениальное средство, и стоит адекватных денег, потому что вы раз покупаете баночку, которой хватит даже не на один сезон, или не на одного человека, и вы заплатите вот один раз столько за целую банку, как за процедуру у косметолога, или даже меньше. Так что я советую присмотреться и купить, пока он есть в наличии, потому что это хит iHerb, и он очень часто распродан. А я от всего сердца советую, только держите чуть-чуть, если вы с ним не знакомы. Так что у меня ретиноловый уход на вечер, раз в две недели я делаю такой кислотный пилинг, или если кожа в принципе в нормальном состоянии, то могу даже раз в месяц сделать. Не нужно очистить, и раз в неделю я бы его не делала, потому что это слишком. Для всех, у кого неравномерный оттенок кожи, все короче говоря, что делают кислоты, что вам обещают косметологи, вы можете сделать сами дома. И вот смотрите, в день кислотного пилинга я как раз пользуюсь кислотным тоником перед нанесением этого средства. И после, для того, чтобы успокоить кожу, как-то ее восстановить, даже охладить, но она не горит так, что вот не можешь выдержать, вызывайте пожарных. Нет, но мне нравится нанести увлажняющую маску. Я очень люблю масочки от Benton, у Cosrx есть хорошая рисовая. Но в этот раз я заказала кое-что новое. Я скажу вам честно, что когда я ее увидела, это бренд Heimish, маска с черным чаем, я подумала, что скорее всего это будет аналог маски за 100 евро. И да, это так. Я пробовала две, и я могу сказать, что да, это не совсем бюджетно, но это очень классно. Это экспресс маска, которая наносится на 5-10 минут. Здесь много натуральных экстрактов, она должна смягчить, увлажнить, охладить нашу кожу и освежить ее. Освежить вот как раз за счет вот этого охлаждения. Помните, я хвалила масочки от Petite Fee, такие гидрогелевые, они тоже очень классные. Но я захотела именно в банке. И она продается в такой увесистой баночке. Это такой плотный пластик. Есть даже лопаточка, то есть всем очень удобно пользоваться. И сама маска в такой слегка муссовой консистенции пахнет черным чаем. И уже от одного запаха становится как-то свежо, вот она бодрит. О, самое классное слово, которое пришло в голову. Да, это вот именно бодрость для нашей кожи. И очень хорошая маска, мне понравилась. Если сравнивать по цене с Petite Fee, которые чем-то напоминают вот эту маску по действию, то, конечно, вот эту приобрести выгоднее. Очень люблю масочку от Laneige. Но самым таким хорошим успокаивающим действием, конечно, обладают маски от Benton, которые также есть на Herb, которые я хвалю уже даже не первый год. Это был мой основной кислотно-ретиноловый уход, которым я пользуюсь на данный момент. А своей маме я взяла вот что. То есть, я себе вот такое подобрала, а ей взяла более нежную ретиноловую сыворотку и очень хороший крем для возрастной, для сухой кожи, именно на холодное время года и на ночь. Это тот крем, который я сама использовала до конца. Я пользовалась им то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом, точно не помню, но использовала целую упаковку, потому что он очень-очень хороший и работающий. Сегодня я рассказываю именно о работающих средствах. Этот крем называется Skin Eternal, это Hit iHerb. И здесь комплекс АХ-кислот, фруктовых кислот, которые подходят любому типу кожи. Также компонент ДМАЭ, который очень хорошо работает с морщинами. Антивозрастной компонент, коэнзим Q10, гиалуроновая кислота, витамин С точно. Здесь очень богатый состав и натуральные масла, и опять же антивозрастной сквалан. Очень популярные сейчас протеины, много всего полезного для кожи. И я вот думаю, почему я себе не взяла. Нужно было все-таки сделать себе один кислотный день с кислотным тоником и вот таким кремом. Не знаю, подумаю, но сейчас вот возьму маме. Хочу, чтобы она попробовала. У него плотная текстура, но его нужно чуть-чуть. Не берите большой объем, лучше еще заказать баночку, чтобы он не испортился. И он очень хорошо питает, восстанавливает кожу для сухой, для возрастной или совсем чуть-чуть для комбинированной, жирной. То есть наносим неплотным слоем и сразу не ложимся спать. Дайте ему поработать даже в качестве вот такой очень мощной маски. Минут на 30. Я так его сейчас расхвалила. Я вспомнила, как хорошо он работает на коже. И теперь думаю себе отложить чуть-чуть, потому что он действительно, вот знаете, Magic Cream. Я бы так его назвала. Не зря так многие его любят, так многие хвалят. И да, он действительно потрясающий. Что касается умывания, то тут ничего не меняется. Я до сих пор обожаю вот эти средства от CeraVe. Их хватает надолго. Можно использовать для лица, для тела. И я все лето пользовалась версией для жирной комбинированной кожи. Она также не пересушивает. Она удаляет остатки макияжа. К примеру, после мицеллярной воды или средства для снятия макияжа с глаз. Или же бальзама для демакияжа. Очень люблю от Heimish. Надо также докупить. И скорее всего, когда наступят настоящие холода, я докуплю... Докуплю. Начну пользоваться. У меня она есть. Умывалкой от CeraVe. Именно для сухой кожи. Она очень нежная. Она без запаха. И одна, и вторая. Вообще, очень уважаю этот бренд. Что касается утреннего ухода, то тут все довольно просто. Та же самая умывалка, но без гидрофильного масла. И дальше базовый уход. Вы мне часто писали, что линейка Moistful Collagen от Etude House заслуживает моего внимания. И весной, по-моему, я сначала купила вот эту эмульсию. А дальше дозаказала тонер и крем в конечном итоге. То есть, это говорит о том, что мне очень понравилось. Единственный момент, это довольно такая интенсивная отдушка. Она приятная, но я как-то привыкла ко всему более нежному такому, нейтральному или совсем без отдушек. Это вот такая особенность. Если вам нравится ароматизированный уход, то, конечно же, вы будете в полном восторге, потому что она нейтральная. Не пахнет ни травкой, ни муравкой, а чем-то таким универсальным для всех и каждого. Кому подойдут эти средства? Первое. Давайте начнем с тонера, потому что после умывания я как раз наношу тонер. Он обалденный, базовый, увлажняющий тонер, слегка густой. И для меня такого плана средства это как проводник для дальнейшего ухода. И я даже могу сказать, что этот тоник настолько мощный, что он даже работает как такая хорошая, увлажняющая сыворотка. Я думаю, что даже жирная кожа понравится, особенно в холодное время года. И комбинированная, и сухая все в этом нуждаются, особенно если вы планируете пользоваться кислотами и ретинолом. Сыворотка, сыворотка, ну просто подействуя очень такой интенсивный. Значит, тонер сам по себе такой слегка гелеобразный, граммулечку хватает на все лицо. Он довольно быстро впитывается. И вот часто наношу даже под какие-то маски. Опять же, после пилинга могу нанести вот этот тонер и дальше маску. Или когда у меня подсыхают какие-то патчи под глаза, я доливаю немного этой жидкости. И тоже все хорошо. Так что применение у него масса. И на вот эту линейку очень классно наносится косметика. Тонер очень советую. Здесь такой большой объем. А вот насчет крема, у него такая гелевая текстура, но тоже достаточное увлажнение. И для многих из вас я подозреваю, что вот это будет замечательный дуэт на каждый день. В промежутке можете наносить кислотную сыворотку. На iHerb есть очень хорошая сыворотка и с АХ кислотами, с фруктовыми для всех типов кожи. И для тех, у кого забиваются поры, у кого высыпание BHA кислоты, я оставлю вам ссылку. Она тоже очень классная. Я ее долго пользовалась. Просто я постоянно что-то новое пробую. Но вот это вот прям такая замечательная сыворотка, которая на многих хорошо работает. И если у вас очень сухая кожа или вы любите что-то прям такое защитное, да, то я советую докупить еще эмульсию. И сейчас, сегодня в 4 часа утра я прилетела и снимаю для вас видео. Честно говоря, у меня довольно пересохшая кожа, потому что длительный перелет. И завтра я снова улетаю за детьми. И сегодня я наносила вот эти вот 3 штучки, чтобы кожа по ощущениям не была такой стянутой. Тем более я сделала очищающую маску. Короче говоря, уход действительно качественный. И вот этого хватит, наверное, на год. Мне нравится эмульсия. И в принципе, если крем для вас тяжеловат, то и вот такое сочетание. То есть, просто смотрите по текстурам. Сама по себе эмульсия, ну она как эмульсия, как такой лосьон. И видите, она не сильно растекается. Мне нравится как база под макияж. Даже если я все вместе нанесу, то хорошо. И иногда я наношу, например, тоник. Дальше витамин С, эмульсию и крем. Просто, знаете, без эмульсии, когда прохладно или после кислоты, ретинула. Ну, мне хочется еще чего-то. Но не каждый день мне нужно так много. Ну, короче говоря, тут выбирайте сами. Но вот эта линейка замечательная. И вот эта вот очень хорошо для супер обезвоженной кожи. Сухой, склонной к сухости и нормальной. Если вам нравится немножко так играться с уходом, что-то добавлять, что-то убирать, то да, советую посмотреть. Еще мне нравится сыворотка от It's Skin. Увлажняющаяся с витамином С. Сейчас я кое-что другое пробую с витамином С. Но я оставлю вам ссылки на то, что мне нравится из iHerb. Не за слишком дорого. И тоже хорошо вписывается в уход в любое время года. И я люблю наносить витамин С именно утром. То есть я кислоты и ретинол оставляю на вечер. И вот при такой системе, которую предлагают некоторые специалисты, что кислоты утром и ретинол вечером, я не совсем понимаю, где вписать витамин С. Если видео вам пригодится и понравится, то не забудьте поставить пальчик вверх. И последнее, что я покажу в этом ролике, это очищающая маска. То есть смотрите, каждый день вечером у меня ретинол. Утром у меня витамин С и базовый уход. Раз в две недели, раз в три недели, раз в месяц, в зависимости от состояния кожи. Сейчас она пересохшая. Я, допустим, не буду ее еще дополнительно травмировать своим гликолиевым пилингом. Поэтому подожду. Но хочется кожу дополнительно очистить. Потому что в Португалии было 30 с чем-то градусов жары. И вот это вот все перемены климата и всего остального. Я чувствую, что моя кожа нуждается в очищении. И я открыла для себя маску от бренда, опять же, Юс. Это огромный объем. 236 мл. Это такая находка. Это не просто очищающая маска, как она заявлена. Это гораздо больше. Причем я советую ее наносить и на шею, на область декольте, на проблемные зоны. Если у вас высыпание, к примеру, на спине, то вот такой объем позволит это сделать. Можете поделиться с подружкой, с кем угодно. Можно намазать на мужа. В общем, хватит на всю семью и на всех близких в окружении. Здесь в составе есть коалин. То есть, это натурально очищающая, подсушивающая глина. Но эта маска вот в комплексе ингредиентов, она работает интересным образом, что она вытягивает загрязнение. То есть, если видишь, что пора закупоренная, то как бы загрязнение появляется на поверхности. И одним движением можно быстро удалить. Ничего не нужно там максимально давить. Я это замечаю уже который раз, когда я ее пользуюсь. Она также успокаивает. Здесь есть алоэ. Натуральное масло. Она за счет масел в составе не пересушивает кожу. Нет ощущения стянутости. Я как-то ее дольше подержала, чем 15-20 минут. И тоже все было нормально. А масло сказала. Еще есть овсянка. Но она здесь в таком максимально измельченном виде. А овсянка в сочетании с медом, который также есть, очень хорошо питает кожу. То есть, ее как бы восстанавливает. Она не жирная ни в коем случае. Но она не пересушивает так, как большинство глиняных масок. Мне также нравится то, что она оказывает такой лифтинг эффект. И убирает лишнюю жидкость с лица. Я не дочитала за счет чего именно. Но маска действительно не похожа на другие. Очень советую. Пока что я, наверное, остановлюсь с тестированием этого бренда. Дабы не разочароваться. Потому что на данный момент то, что я попробовала, меня более чем устраивает. Это феноменальное средство за относительно недорогую цену. Потому что и объемы большие, как видите. И составы тоже хорошие. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы узнали что-то новое. Всех целую и обнимаю. Полное название и ссылки вы найдете в инфобоксе. Все показанное я заказывала, покупала на iHerb. Все. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.